Второй день нашего пребывания в лесу и мы сейчас после завтрака отправимся продолжать бить блиндаж немецкий в котором идут находки и довольно таки много разнообразных находок висят мои шмотки блиндажные подсохли закипает чай заварил с вечера чагу в термос сейчас налью кипятку пристрастил меня командир нефтьюганского отряда к чаге завариваю и пью время от времени мне понравилось сейчас собираюсь все готово пью чай и идем здесь зачистил место где тюбики лежали под тюбиками лопатка немецкая простая прямая с черенком лопатка на полу это все трава солома дальше к углу продолжают идти какие-то находки мелочь жбонь тюбики еще что-то лопатка вроде неплохая перенок сохранился и 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 нормально дальше иду здесь зубная щетка без упаковки тюбики продолжают идти щеточка и тут какая-то коробочка фанерная была тоже складной станок бритвенный да вроде бы где остальное не пойму то такое может быть ну-ка рубочка так это лезвие здесь сгнили панерная коробочка было это сам корпуса вот ручка такая вот и площадка как-то как-то для чего-то она разберемся выкопал я эту часть до угла дошел стен нету грунтовые стены глина решил сюда прийти вернуться к тому с чего начиналось наше видео это сапог немецкий ну как минимум голенища первые его нашли оставил на потом но и сейчас мы его поднимем кожа мягкая они шикарны сохран отличный подковочки здесь здесь впереди сзади у стенки лежат их глины законсервировала кожа как будто с базара с рынка сапоги шикарные кожа как будто с базара с рынка сапоги шикарные восстанавливай прошивай и вперед щеголять размерчик такой довольно таки нормальная на 43 размер так ну по поводу думал шинелка но ошибался тут скорее всего вот они штаны такие широченные были и китель потому как масса пуговиц было погон такой широкий под пуговицами видимо такой вот штаны и китель был лежал на полу такой краткий общий вид находок пока еще все грязненько выкопано выкопано всего лишь одна треть блиндажа вот там бревно справа угол дальний и здесь вот только-только ведь еще проход в таком блиндаже тоже надо копать там какой-то сигнал тоже шел с прохода одна треть блина только взята вкусная блина иногда голенище идет да повреждений на сапоге нету целый сейчас пойдем умывать они у него даже не ношеные шипы все целые не стерты каблуки тоже подковы на каблуке целое что да шикарные сапоги шикарные сапоги кожа мягенькая обалдеть сапоги сапоги пуганы прием ноги конец и сапоги у Да, так вот они и цокали по нашей старорусской брусчатке. Все находки пока от солнца прячу. Накрываю дождевиком. Постепенно перехожу подкапываюсь на вторую половину блиндажа и у меня на дне, на полу появилась переноска под немецкие гранаты. Что тут у нас я не знаю. Яйца или колотухи. Надписи-то подстерлись. Внутри стоит коробочка деревянная с детонаторами. Ну и где-то сантиметров 60 грунта. Над ней будем раскапывать. Коробочка, да, с взрывателями здесь. Это переноска. Да, яички здесь были. Видно. И тут сверху у меня ложка. Не пойму. Из офицерского набора, я так полагаю. Так, а тут у нас стояла какая-то труба. Я уже колено от печки достал стандартное. Ложка. Ну это не офицерский набор, но скорее всего, как вот я вилочку тоже находил недавно по весне, из туристического набора ложка. Тоже похоже на офицерский набор. Пристёгивались. Вот, что за материал. Просто потемневшая, она белеет, да. Слегка так почистил её, с таким орнаментом она. Вся пустая переноска, но целая. Вот так вот. Вот так вот. Да, она в отличном состоянии. Достаем коробочку. Оп, в бумажной упаковке была, этикетка осталась. Ну целая, да. Так, где-то это там, вот она. Оп. Вот они, целёхонькие детонаторы. Так, какое здесь у них обозначение? Рин-дрин-дрин. Не вижу пока. Ф что ли, не пойму я. У них, насколько я помню, вроде бы, вот эта длительность обозначалась этого взрывателя. Всё тут за буквы у него на донышках. Так, ладно. Коробочка пригодится. Пустая, пустая. Пригодится. Ещё один газбак, четвёртый в этом блиндаже, должен быть в отличном состоянии. Глиной затянут, в самой стенке лежит. О, второй. А? такой с одной стороны где был затянут глины сверху вообще идеален но здесь вот на полу на соломе лежал естественно такие легкие залипухи знаки тут что-то цифра 2 наверное да рассматривается но на дне у него оказывается он был подписной личный газбак увесистый еще до вода там открывать смотреть будет потом мало ли там сюрпризы всякие от взрывчатки может быть и даже поговаривать и ходят хенды золотой слиток находили в газбаке так что очки защитные немецкие линзы это уплотнительная резинка вокруг них тут ткани щетка одежная пару патронов попалась обычно они в алюминиевой оправе тут что-то под березой лежит береза посередине блиндажа и под березой что-то вроде сухарки сумка какая-то была тканая и вот все это вся кучка в ней находилась скорее всего все на одной площадочке очки мотоциклетные самой форма у нее целый оправы здесь вот на переносице застежка резиновые пыльники тоже целые единственное стекло было разбито здесь тоже разбито давлением почва раздавила на так неплохие очки также вот ремешочек допничек здесь такой коротенький был один из тюбиков из этого блиндажа тоже тут было фонарик немецкий но так как грунт здесь середине блиндажа глубина совсем пока и по колено и грунт он перегной здесь идет и вот железо тут у нас ушло но здесь смотрите вот все тут всякие вот эти вот мембран очки на фонарики вот он железо подстукла у него две щетки такие одежные большие одна такая они чисто одежная что у нас еще то стельки были лежали пара стелек барок такой идет из личных вещей и там дальше опять же здесь вы тут у меня кожиночка упала хлястик так здесь же у меня под этим стволом дерево береза вот показалась алюминиевая банка и на первый взгляд я могу предположить что это маргаринница в алюминиевой банке вот она были бакелитовый оранжевый да преимущественно оранжевого цвета жировница она же маргаринница а это вот алюминиевая скорее всего наверно она здесь торчит вот тоже еще один ремешочек допник с него хлястичек сейчас здесь буду небольшой подкоп делать под этой березой пилить я ее не стал думаю пусть живет она и так-то прогнулась под этой жизнью дай боже и пошла вверх выжила в такой ситуации на краю блиндажа на брусвере росла и потом видно стала грунт брусвер сползать и она вместе с грунтом сползла ее опрокинула вниз тволом да и она все равно выжила изогнулась и пошла дальше в рост ну чё пущай живет мне она сильно не мешает здесь остался еще вот одна четверть блиндажа вот везде дымовушечек спирали понаставил весь такой в тумане и и спирали и грибы эти с деревьев дымят хорошо помогают они не спорю они очень сильно помогают от мошки от комаров так что я тут кайфую можно сказать продолжаем раскапывая эту алюминиевую банку приятный нежданчик сверху прямо под березой лежит алюминиевая кружка на флягу алюминиевая банка эта кружка банка целая что веществ и ладно откроем папажа так но и кружка тоже должна пойти в краски ручки на месте слегка 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 подмяты ручки да а так несмотря на то что она в перегное лежала здесь на самом верху она вся в краске без свящей так вот визуально на первый взгляд круженция такая приятная докопал блиндажик том дальнем углу ничего не было собрался уже пойду на нем намывать к лагерю туда там есть яма с водой есть где помыть помоем сейчас уважаемые подписчики нашего канала и все те кому интересен поиск с металлодетектором хочу порекомендовать вам нашего постоянного партнера фирменный магазин deus xp.ru магазине всегда действуют скидки и подарки если вам необходим прибор и комплектующие другой фирмы тогда вы можете обратиться на страничке вконтакте виктору смоленска напрямую ссылки на его магазин и страницу вы найдете в описании если при заказе вы укажете кодовое слово война в болотах вы гарантированно получите скидки и подарок желаю удачи в поиске ну что товарищи раскладку я сделал давайте посмотрим что же мы тут по накопали в этот раз солнышко греет сильно надо все накрывать чтобы не пересыхали находки на этом солнце летнем начнем начнем да что меня очень порадовало это сохран сапог никаких повреждений не имеют ромбики все целенькие на носочке подкова сзади подкова прекрасные сапоги на манекен да мягенькая совсем ну такой же второй сапог все то же самое идеальный обрабатывай кремами прошивай и вперед так был к сожалению почти на самом верху немецкий фонарик был но стук тут у него я намывал все и стеклышки тоже вот есть специальные и зеленые и красные подавать какие-нибудь там что там сигналы до ночью это что-то может носок какой шерстяной так идем вниз здесь дальше один допничек ремешок попался а дальше все остальное тут но это на подвес на ремень одевался здесь тоже фурнитура была и Y цеплялся к ней попадаются иногда так пару сухарок было от них детали идут кожаные а ткань сгнила видимо еще сумка какая-то была сами швы прошиты кожаными вставками были эти зацепы стальные краски такой кожи кожи не так много получается было блин даже и в этом это вот сукно немецкое расстелил на нем штаны и что-то наверно китель был до пуговицы это этого всего немецкие лимяшечки лимяшечки стельки пара стелечек вот были лежали в сумке фирма сама наверное да так дальше бритвенные станки один станочек в коробке фанерной вот такой деревянный был я его уже собрал получается вот он так вот такой станок тут у нас у нас строишься сейчас секундочку давай мы тебе поможем чекушечка на станке второй станок был в этой коробке это я думаю сам немец уже примастырил под станочек лезвие станку и чекуха рот барт на ручке так что у нас дальше дальше масса тюбиков всяких разных зубных и зубная паста пожалуйста блендекс опять солнышко из-за веток вышло нам пересвечивает все разные разные тюбички разные все зубные пасты я вот не знаю бокс какой то тут тюбиков тоже несколько штук блендекс зубные пасты да тут еще какой то был тоже тюбик выдавленный пластик письмена писали на родину из наших болот вот две зубные щёточки были дымовуху поставил одна вот эта вот элит да тут было видно да кыш травины комары мошкара элит да просматривается иди сюда щетинки целые что в одной что в другой но это гарантии да зубная щетка так столовые приборы не еще туалетные принадлежности не закончили да мыльница в целлоиде раздавленная но это мыло я принюхивался такое туалетное мыло нормальное запах имеет так здесь у нас так в этой в этом цилиндре это так я понимаю или зубной порошок или мыло для бритья раз в такой же таком же цилиндре еще есть и помазок вот так вот полопалось конечно тут все со временем ну вот он такой помазочек деревянная ручечка у него ну а этот вот тяжелый это металл тоже второй помазок очки мотоциклетные почти почти в сборе на той стороне вот вот на этой половинке нет вот окончания этого где-то я или она там сломалась до меня или я потерял как-то не знаю но в принципе вот с этой стороны оно прочно держится а тут вот и нету ну и пыльники сразу к ним для плотного прилегания к лицу так дальше учебный патрон был прямо в планке в накипи этот надульник такой к 98 парабину почистить можно что странно в блиндаже не было боеприпасов всего два патрона на весь блиндаж обычно патронов и то гора а тут нету что у нас крышка от котелка в идеале отличная крышечка пищевая и весь в этих чекухах в подписях у него здесь чуть покрупнее чуть ниже есть сбоку где еще тут на ручке пожалуйста изнутри на ручке тоже есть короче он тут метил метил ее всю крышку это у нас тут за чекуха 39 год так кружка на флягу тоже подписная как он прописью здесь подписал кружечку вся в краске толком-то толком-то толком и не подзатер он ее нифигашеньки манерочку эту дырок нету все нормально все функцилирует тут даже заводская краска закрашена чекуха 36-ой год я вижу просматривается да ай-яй-яй так здесь алюминиевая банка я предположил что это тоже маргаринница какая со стеклянной вставкой жезть задницу укусил так вилка столовые приборы все по гражданке возьмешь чтобы люди увидели чьи чьи вот и тут я пока не вижу мне плохо видно так это на вилке чекуха так это такая вот ложка с набора очень легкая видно сплав какой-то что ли не знаю что он даже эти язвочки вот эти есть вот эти есть на ней вроде как ничего не подписного нет ничего на ней эмблемы тоже никакой нет такая ложечка была такс и тоже еще одна вот тоже ложка крыш тоже какой-то сплав с накипью покрыто ромом тоже тут царапнул он для себя тот который на котелке также буква х и здесь также царапнуто ну и чекуха ну-ка-ну-ка о немецком я-то думал на это наш смотрите ленинград ложку вот это да да ленинград немецком блиндаже ложечка была стащил где-то у наших так вот ножик стандартный ходил в походный набор немцев железный так бакелитовые стаканчики на фляге оба целых в сохране но один пока я намывал заметил есть где-то микротрещина что ли не пойму на этом не на этом здесь с какой стороны да вот здесь вот изнутри я вижу она микро микротрещинка вот видите да вот он убирал не протекает такой вот стаканчик так вот тут в количестве щетки одежные всяко разного размера угу опа так лопатка немецкая черенок шикарный сохран неплохой пожалуйста металл тут бомбический накипь очищается денису денису в музей пойдет так дальше перейдем перейдем мы к переноске все в надписях в сохране в блиндажном взрыватели тут детонаторы коробочки так сюда хорошее 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 поближе покажу металл что надо изнутри я толком не мыл потому как не стал открывать сейчас ее ну пружинки в посадочных местах под коробки они они да все-таки очень хрупкие ушел это солнце опять балуешься ладно бог с ним так идем сюда дальше так ну газбаки мы оставим на потом потому что открыть надо проверить мало ли чего там да взрывчатка боеприпасы наркотики на всякий случай проверить надо все они такие ну парочка вроде целые да я так пока намывал повторно этот неплохой который последний был подписной вот на дне подпись и какой какой а ну этот вот подсгнил это вот все рядом с кителями лежали они вот этот и четвертый вот этот вот тоже сгнивший вообще напрочь это вот два два газбака они хорошие дырок нету это вообще меня так радует он такой приятный приятный так я вот это вроде скрывал ну как я скрывал я на на двух я открыл да крышку посмотрел маски противогазные один мы откроем хороший да ну и тот я на запчасти тоже скрою на камеру сейчас откроем посмотрим газбаки так ну и шлемы что у нас какой вот этот первый был да да первый зимничек у нас был вот этот так сейчас мы сделаем чтобы он белый не бликовал так краска покрытие краски шикарная потому что часто встречаются облупляются они там как-то чем-то нанесены были а здесь краска шикарная просматривается вот они мазки от кисточки отпечаток закрашенной декали просматривается вот ее фактура краска держится точно м сороковые оба шлема в них единственный минус да и оба оказались подписные этот тоже на нем плохо видно но зато на нем видна целая фамилия его как вверх ногами сейчас с ним вот видите тоже подписной но плохо видно так что 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 нормально тут вот пожалуйста кожа мягкая все нормально единственное у обоих это вот местами вальс на юбочке он подсгнил так ну давайте может попробуем как-то как-то возьмет она вот так давайте да вот это единственное как можно увидеть ну вряд ли удастся прочитать да оно подзатерлась подстерлась даже делаю потемнее только хуже да посветлее ну вот посветлее может быть да не знаю получится ли почитать вот обручи на подшлемниках металлические тоже хрупкие совсем да от них там ничего не осталось кожа шлем неплохой отличный второй такой же крепкий хорошо краска нанесена сороковочка тут такой даже отпечаток как я говорил ранее от соломы на полу но единственно у него залипухи от ткани видите тут ткань была тут вот залипла надо подчищать хорошенько накид такая от ткани ну и он вот подписной какой-то рикен типа ну готикой подписан все прекрасно кожа все есть и так же самое юбочки местами на юбочке вальс подсгнил подбородочник его ну теперь так это неплохие очень даже неплохие находки я считаю то я шикарно отдохну можно сказать ну что сейчас ставлю штатив и откроем газбаки напоследок да ради интереса любопытства удовлетворить какой тут у нас подписной подписной я открывал подгнилой мы разберемся с ним потом этот нет до 721 я не открывал до 721 я не открывал на всех на трех что я открывал они идеальны с его не не он Отличная маска. Остальные не буду вытаскивать, оставлю эту возможность для других. Всем удачи, до встречи!